Вот на этом участке трассы, в 46 километрах от Магнитогорска, мы и договорились о встрече. В положенное время и в указанное место мы явились в полном составе. Муниципальные чиновники, занимающиеся социальными вопросами и экологией, медики, журналисты, работники ГАИ. Но напрасны были наши ожидания. Марафонцы промчались мимо места нашего свидания часом раньше и завернули по пути гостеприимным нагайбаком. Так что встретились мы уже ближе к полудню и ближе к Магнитке. Традиционный хлеб-соль вместо более уместных, в данном случае баллонов с натуральным апельсиновым соком, поздравления с прибытием, интервью. Все это было для мужественных людей на инвалидных колясках, знакомо до боли. Выехали они в апреле. И за время пути сценарий встреч отработался до автоматизма. За большую дорогу сотни интервью вам пришлось дать разным корреспондентам, разным телевидением. Можете вопрос вспомнить, который вам еще не задавали? Больше спрашивают о коллогии, много о себе. Ну вот привет никто еще. А кому хочется привет передать? Конечно, привет хочу маме передать, что маме... Ну понимаете, вот здесь после травмы 6 месяцев тяжело. И вот привет хочу маме передать огромный. А мама где живет? Я сам из Пермской области, село Карагай, где я живу, там нету сильной загрязненности. Ну судя по вашему, так бицепсом все в порядке, да? Ну да, безусловно. Вы ехали из Челябинска до Южноуральска, сколько там один световой день я не поверил. На самом деле так? Да, так оно и было. Ну у нас в среднем в день выходит 80-90 километров при нормальных условиях. Я понимаю спорт, там супер напряжение, супер усилие. А здесь для чего? Ну как для чего? В общем-то с одной стороны испытать себя, показать на что вообще инвалиды способны. Себе ты все доказал уже, мне кажется, так ведь? Сейчас другим доказываешь? Надо доказать не только себе, но и других. Во-первых, ну марафон у нас экологический, как вы видите, называется. И он проложен именно по таким точкам, то есть начало Семипалатинск, Челябинск, Чернобыль, то есть всем известные имена вы. Ну, может быть, Челябинск только поменьше знают. Ну и кроме радиации у нас вот такие же, как вот ваша магнитка взята, наш сверло, Нижний Тагил, Пермь, это все нефтеперерабатывающие заводы. Представьте себя эстрадной звездой или просто концертирующей знаменитостью. Политики не в счет, ибо дело, которым они верно служат, уже сильный наркотик. Так вот, ежедневные встречи с разными людьми под один и тот же разговор или репертуар выматывают нервно человека профессионально подготовленного и обязательно требуют от него умения заново самовозгораться. Ну а что можно требовать от этих мальчишек, уже надломленных духовно из-за травмы? Все считают, ну как бы, высшим таким доверием, что ли, быть на этом марафоне. То есть, с одной стороны, это для них, для ребят этой судьбы возможность лично увидеть страну, а с другой стороны, чем дальше, тем больше они чувствуют, какая ответственность на них лежит. То есть, они действительно совершают некую миссию, действительно люди на них смотрят, как на людей, несущих эту вот идею. Да, да. И они это все более и более понимают. Естественно, они не ломаются. Многие считают, что да, вот, ну вот, уже сжились с проблемами. И вот такой вот марафон, он просто дает дополнительный толчок в мышлении, в человеческом понимании той проблемы и той ситуации, в которой мы живем. Мы пытаемся говорить о том, что, ну, экология в нашем понимании, это вопросы культуры. Вопросы культуры населения, как, так сказать, отдельного человека, так и тех, кто движет народами и судьбами. Экология-то гораздо шире, чем просто охрана окружающей среды. Поэтому о них называется экологический супер-марафон. Пожалуйста, представьтесь. Директор Центра социальной помощи Ленинского района города Магнитогорска. Рахимова Алла Валезяновна. Арджинкидзовский Центр. Даниленко Людмила Вняминна. То есть, значит, вам проблемы этих людей близки и понятны? Очень. Мы живем этими проблемами каждый день. Эти нам люди дороги, это наша категория, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Неверное утверждение, что инвалидов стало больше. Как и то, что катастрофы, пожары, наводнения участились именно за последние 5-10 лет. Мы просто о них стали узнавать больше из газет и эфира, прежде подчующих нас пропагандистской жвачкой. И инвалиды, жившие по обочинам нормальной полнокровной жизни, вышли, не все, конечно, на свет Божий. Все чаще мы видим людей на инвалидных колясках, на стадионах, в прочих общественных местах, приспособленных для их проезда, но не приспособленных мест больше. И это плохо. Нам просто необходимо сделать нормой присутствие этих людей везде. И дело тут не в желании застраховаться от безжалостных ударов судьбы. Сегодня он, завтра я. Просто во всем цивилизованном мире они не чувствуют себя давно уже изгоями. Когда же мы выползем из пещеры? Давай знакомиться, герой. Давайте. Почекин Эдуард, город Челябинск. Семенат, да? Конечно. Эдик, вот мне сказали, что вы выехали в апреле одними людьми, а возвращаетесь, в общем-то, после марафона другими. На самом деле так, нет? В каком смысле одними? Ну, меняетесь в смысле внутренне. Да. А что изменилось? Что изменилось? Наверное, характер меняется. Для меня самое главное, как-то показать людям, таким же, как я, чтобы они дома не сидели, жили обычной жизнью. Не верующий? Нет. А ты знаешь, что самый главный грех, который Господь дал человечеству, это уныние? Да? Не знал, что это будет? Нет. Теперь буду знать. Он прав? Ну, я думаю, что да. Да.